Свой престольный праздник и десятилетия с момента образования отметил храм Великой Княгини Елизаветы и Иннакини Варвары в селе Дружба. Радость праздника разделил архиепископ Пятигорский и Черкесский феофилакты и приглашенные гости. Подробности у Алии Баташева. По традициям кавказского гостеприимства почетные гостей встречали хлебом и чашей аэрана. Приход был организован в 2014 году и располагается в приобретенном и переоборудованном под храм вагончике неподалеку от сельского дома культуры села Дружба. Здесь пока нет колокольного звона, но есть горячее желание молиться вместе. Ирина Лепетюхина и Надежда Мелкумова являются прихожанками церкви преподобно-мученицы княгини Елизаветы и Иннакини Варвары с момента открытия. Родилась здесь в Дружбе. Было, конечно, очень радостно, что к нам наконец-то повернулись и организовали приход у нас в Дружбе. Но ходят пока не очень много людей, потому что многих смущает наш храм маленький. А так батюшка приезжает, очень хороший батюшка у нас, мы очень рады. Всем хочется пожелать здоровья, благополучия. Вот кто сегодня смог в себе найти силы, это же как подвиг, можно сказать, прийти своими ножками. Вот по такой жаре не каждый же сможет. Вот всем благодарность. Спасибо большое, кто поддержал. Множество верующих заполнили храм и территорию вокруг него. Началось богослужение. Литургию на престольный праздник совершил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Обращаясь к пастве, Ладыка пожелал всем собравшимся дружбы, умения уважать, поддерживать и слышать друг друга. Поддерживать друг друга и сохранять пространство нашего одного большого дома, нашей любимой Карачаевой Черкесии. И, конечно же, сохранять те традиции, которые завещали нам наши предки. И сегодня, приехав сюда, я ехал с особой надеждой помолиться вместе с общиной, ну и, конечно, поздравить особым образом с десятилетием начала здесь приходской жизни, которая теперь уже, слава Богу, имеет свои добрые плоды. Я присоединяюсь с поздравлением, поздравляю всех православных жителей. Дружба с этим праздником. Желаю, что на душе, чтобы она потихонечку сбывалась, чтобы потихонечку росло их благосостояние, здоровье потихонечку не подводило, чтобы все шло потихонечку к лучшему. После богослужения на территории маленького, но очень гостеприимного храма был организован праздничный обед для всех желающих. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаак Ракелян, Вести Карачаева, Черкесия.